МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр здравоохранения Чувашской республики Владимир Степанов. Добрый вечер, Владимир Геннадьевич. Добрый вечер. Нетрудно догадаться, что говорить мы сегодня будем о пандемии и обо всём, что с ней связано. Коронавирус, похоже, снова пытается перестроить нашу жизнь. И хотя цифры по сравнению с июлем прошлого года примерно одинаковые, вот тогда 70 человек с уточной заболеваемостью означал спад, а сейчас рост. По состоянию на 23 июля в Чувашии развернуто 2252 койки, ровно столько же, сколько было в самом начале пандемии. Лечением ковидных пациентов занимаются в 16 медицинских организациях и даже кардиодиспансер был вынужден открыть у себя красную зону для тех, у кого коронавирус обострил имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания. Насколько я в курсе, принято решение открыть ещё 200 коек по 100 в Красноармейском районе и в Республиканской психиатрической больнице для долечивания больных. При этом на сегодня 141 койка остаётся свободной. Совершенно верно. Как Чувашии выглядят на фоне общей статистики по России? Есть ряд показателей, которые характеризуют эпидемиологическую ситуацию, не только в нашей Республике, но и в всей стране. И говоря об этих основных показателях, значит, это первое показательное коэффициент распространения инфекции, который на сегодня Республике у нас равен 1,03. Значит, допустим, потом следующий показатель – это заболеваемость. И говоря о показателе заболеваемости, на сегодня Республике он равен 2,243 на 100 тысяч населения, тогда как в Российской Федерации уже более чем 4 тысячи на 100 тысяч населения. Ну и ещё один из показателей таких – это суточный темп прироста заболевших. Как вы уже правильно отметили, значит, за прошедшие сутки у нас это порядка 70 пациентов в абсолютном значении, и, соответственно, процент прироста 0,22 составил, в то время как в Российской Федерации данный показатель в два раза больше. О чём говорят эти цифры? Это говорят о протекании как раз эпид-процесса. Мы говорим о том, что в Республике ситуация тяжёлая, но стабильная. То есть нет этих резких всплесков, подъёмов заболеваний, соответственно. То есть ситуация находится под контролем. И то, о чём мы сказали в самом начале по поводу открытия дополнительных коек, мы их готовим в резерв. Это не означает, что завтрашний день они, значит, пациентов будут принимать и загружаться, потому что сегодняшний коечный фонд, он справляется с ситуацией, как говорится, количество госпитализированных, количество выписанных. То есть все, кто нуждаются в стационарном лечении, они его получают. Ну, просто вот помнится, что в прошлом году, особенно весной и осенью, вот когда были такие всплески, очень нервничали люди, что не хватает мест в больнице, что берут не всех, что приходится там просить, упрашивать. Вот нет сейчас этой истории? Вот этой истории нет. Ну, надо понимать, что с началом пандемии вообще в 2020 году такая ситуация, то есть она была непонятна вообще ни для кого. То есть не были готовы не только мы, но и вся страна, даже весь мир в целом. Но постепенно, значит, прошла первая волна. Соответственно, это огромная помощь, как говорится, Министерство здравоохранения Российской Федерации в плане методологии оказания медицинской помощи, в плане материального оснащения регионов Российской Федерации, в том числе Чувашской Республики. И, соответственно, мы уже на сегодняшний день понимаем, как регулировать процесс, как определять потоки пациентов, какой коечный фонд нужен. Все это является в ручном режиме. Владимир Геннадьевич, сколько, по вашим предположениям, не обращаются за помощью ковидных больных и переносят его на ногах? Ну, по нашим предположениям и по мнению моих коллег, работающих как в амбулаторно-поликлиническом, так и в стационарном сегменте, ну, порядка 10-15 процентов – это так называемые бессимптомные носители, то есть они переносят заболевания на ногах без температуры, без каких-либо клинических проявлений. Но это не означает, что они не болеют никак, как говорится. Есть у них и изменения в легких, которые выявляются путем компьютерном томографии или рентгенологического исследования. Соответственно, есть изменения в органах, которые проходят и у тех пациентов, которые болеют в тяжелой уже, то есть в клинической форме. То есть 10-15 процентов. Ну и, наверное, основная масса, порядка более 80 процентов, зачастую это, наверное, дети. То есть в детском возрасте, как правило, заболевание протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме. Но третья волна, к сожалению, надо отметить и обратить на это внимание, что третья волна, она особая. Соответственно, в третьем волне мы наблюдаем, что количество детей болеющих становится больше. Эти дети у нас, они уже болеют зачастую не бессимптомно, а уже имеют клинические проявления. То есть достаточно... Смотрите, а поначалу мы считали, что дети не болеют, они просто являются переносчиками. Это было в первую-вторую волну. Это особенности тех штаммов, которые были в прошлом году. Но вот нынешняя ситуация показывает обратное, что и дети начинают болеть. Они болеют с температурой, со всеми катаральными явлениями, с изменением в легких. То есть это имеет место быть. Ну, врачи говорят, что взрослые, в частности, взрослые стали болеть намного тяжелее. То есть это вот заметно. Из-за чего это? Новые штаммы? Или жара, так сказывается? Ну, я думаю, здесь как раз вот несколько составляющих, которые говорят об особом характере течения заболеваний, которые протекают в нынешнее время у пациентов. Действительно, надо отменить, что пациенты болеют тяжелее. На наш взгляд, и по мнению экспертов нашего всего медицинского сообщества нашей страны, и мы видим тоже, и наши телезрители, мы знаем, наверное, стресс массовой информации, то появились так называемые мутированные штаммы, к примеру, индийский штамм, британский штамм, которые отличаются от тех исходных штамм, которые были в прошлом году. И наличие этих штаммов, они чем отличаются? Ну, во-первых... Они, кстати, все уже у нас в Чувашии есть? Они и есть в Чувашии, и, в частности, они завозные. И это уже... Ну, понятно. Да. И, соответственно, те люди, которые заражаются этим штаммом, то есть, во-первых, штаммы отличаются высокой контагиозностью, то есть сам процесс заражения, он происходит с большей степенью вероятностью, нежели было раньше. Более того, значит, протекает очень ярко выраженно, то есть имеет яркую клиническую картину. Ну, понятно, жара, которая есть на сегодняшний день, она тоже дает, как говорится, и вносит свою лепту. В частности, понятно, на жаре люди у нас потеют, теряют много жидкости, происходит сгущение, так уж скажу, по-простому, крови, что тоже утяжеляет. Ну, и те, кто имеет температуру, понятно, на жаре они, как говорится, переносят еще более тяжелее. Вот несколько факторов, которые способствуют, и, на наш взгляд, мы видим. То есть на практике есть в жизни, что заболевание протекает тяжелее. Выявлены в Чувашии случаи повторного заболевания ковидом. И если да, то, ну, как часто это случается, через какое время можно заболеть еще раз, и вот как протекает заболевание? Второй раз. Случаи повторного заражения, они есть. Как они протекают? По-разному. По-разному протекают. Есть случаи, когда они даже при повторном заражении протекают тяжело, несмотря ни на что. Значит, частота повторного заражения тоже она вариабельная и очень разная. Бывает, что кто-то через два-три месяца заболевает, кто-то через полгода повторно заболевает. То есть эти тоже случаи имеют место быть. От чего это зависит? Ну, напрямую зависит от нескольких факторов. Ну, во-первых, значит, от состояния иммунной системы самих людей, от образа жизни, от правильного питания, мы говорим, рациональное питание должно быть, от режима дня и отдыха. То есть эти составляющие факторы и способствуют как раз. Ну, плюс еще реактивность иммунной системы каждого человека, она разная. Соответственно, кто-то, допустим, при перенесенной инфекции у него образуются антитела, а некоторые, даже перенеся заболевание, антитела этих не имеют. В России взят курсную вакцинацию. Это не приходилости, это осознанная необходимость. В больших городах, в Москве, в Санкт-Петербурге прививочная кампания идет полным ходом. И вот недавно, буквально, на днях появилась уже информация о том, что в целом по России 60 процентов, вот порог 60 процентов, он достигнут вакцинированных. Напомните, пожалуйста, сколько нам в Чувашии нужно привить человек, ну, или в процентном соотношении, чтобы получить коллективный иммунитет, и на какой отметке мы сейчас находимся? На сегодняшний день наши показатели более 40 процентов от запланированного количества прививаемых наших жителей республики. Надеюсь, что при активной позиции самих жителей, при помощи медицинского сообщества, да и вообще всех, то есть все должны быть погружены в этот процесс, как бы, то есть для создания, так называемой, защиты населения в целом. Вот. Мы 60-процентный барьер, кости не достигнем. Я предлагаю сейчас послушать мнение людей, что они думают о вакцинации, и, возможно, ответить на какие-то их вопросы. Хорошо. Я вакцинировался двумя компонентами, мне кажется, все хорошо. Категорически против. Почему? Ну, потому что очень много слухов о том, что после вакцинации люди умирают. Люди, я не знаю, недопонимают, что ли, и маски не носят. Я считаю, что все переболеют. Если прививаться не будет, все будут болеть. Я всем так и говорю. Эта вакцина еще не опробирована. Это эксперимент какой-то над людьми. Мне это не нравится. Вакцинироваться нужно. Все равно нужно вакцинироваться. Против? Мне девушка безразлична. Рассказать. А вы сами вакцинировались? Нет. Но я уже болел. Если один раз переболеешь, больше не болеешь, же говорят. 23 апреля сделала первую. Ничего. Очень хорошо это провела. Мы с мужем сделали. Вторую я 14 мая сделала. Тоже все хорошо прошло. Вот через полгода еще будем в другой этап. Я считаю, что это очень нужное дело. Ну, всем же понятно, почему. Потому что реальная угроза. И необходимо предпринимать какие-то шаги, чтобы ее избежать. А вы сами вакцинировались? Да. Ну, вот я думаю, что вы неоднократно сами слышали такие же мнения. Что можно сказать тем, кто считает, что... Вот давайте сразу по порядку. Почему до сих пор курсирует такое мнение, что вакцина не проверенная? Она не опробированная. Собственно, мы прививаемся ей уже почти полгода. Ну, жители зачастую говорят такие вещи, как бы, исходя и основываясь на тех информационных ресурсах, то есть это некие какие-то сайты в интернете, да, то есть какие-то кулуарные разговоры, ну, так называемое сарафанное радио. И если говорить об официальных источниках, доказывать этой вакцины, скажу даже больше, что платформа для этой вакцины она исследовалась более 15 лет. И с появлением этого вируса, значит, нового коронавируса, значит, она изобреталась и опробировалась. То есть даже до того, как она вышла в гражданский оборот, она проходила множественные испытания. Поэтому говорить здесь о том, что она не проверена, не исследована, то есть ненадежна, ну, это нонс, просто это неправда. Вакцина исследована, максимально исследована. Все ей возможные, как говорится, проявления этой вакцины, которые они указаны в инструкциях, о которых говорят медицинские работники на этапе, когда проходит осмотр пациента перед вакцинацией, то есть о всех возможных осложнениях. То есть эта вся информация есть в официальных источниках, в том числе в инструкции по применению, зарегистрированных на территории Российской Федерации вакцин. Сколько сейчас прививочных кабинетов и пунктов действует у республики в целом? У нас действует 56 стационарных пунктов вакцинации, да, на медицинских учреждениях. 14 мобильных, которые у нас осуществляют свою деятельность как бы и вакцинируют жителей республики в торговых центрах, возле рынков. 58 мобильных бригад, которые выезжают и на дом, то есть для маломобильных групп граждан проводят вакцинацию, значит, ожидаем в скором времени поступления вакцины, условия которых хранение будет более мягче, а это 2,8 градусов. Соответственно, в этом случае мы можем задействовать каждое свое практически медицинское учреждение, в котором позволено будет и имеющие лицинец, соответственно, вакцинную профилактику, проводить вакцинацию, а это будет их более 390. Соответственно, и темпы вакцинации будут. Вот приходилось слышать мнение, в вопросе оно не прозвучало, но, тем не менее, доводилось слышать, о том, что в прививочных пунктах, не стационарных, а вот таких вот мобильных, медицинский осмотр перед прививкой проводится формально. Так ли это вообще? Насколько он тщательно должен проводиться? И что должен в обязательном порядке спросить врач у прививающегося? Ну, любой контакт врача с пациентом начинается, значит, со сбора жалоб, анамнеза выясняется, то есть были ли в анамнезе какие-то аллергические реакции, осложнения аллергические, аллергические заболевания. Более того, значит, проходит так называемый внешний осмотр пациента. Проводится термометрия обязательно. Проводится измерение артериального давления, чтобы исключить все возможные риски и варианты. Проводится пульс оксиметрии. Значит, осматривается зевт на наличие катаральных явлений у пациента. И только после этого, значит, параллельно медицинский работник объясняет пациенту о том, что какие возможны осложнения от применения вакцин. И только после этого, значит, проводится вакцинация. Но сейчас Минздрав России и не только России, а и других стран пересматривает рекомендации. Теперь можно прививать и людей с различными хроническими заболеваниями, и беременным. Можно делать эти прививки. ВОЗ заговорила о необходимости вакцинировать детей. Существуют ли сейчас причины, уважительные причины для медотвода? Ну, мы говорим сейчас о показаниях и противопоказаниях для вакцинации. То есть в категории противопоказаний практически всех вакцин, которые на сегодняшний день присутствуют на территории Республики и зарегистрированы на территории Российской Федерации, четко сказано, этих противопоказаний немного. Ну, во-первых, это значит детский возраст, да, до 18 лет. На сегодняшний день пока нет вакцин, которые разрешены. Да, рекомендовано ВОЗом с 22 недель беременности. Но это в том случае, опять-таки, оценка рисков должна быть. То есть если пользы от применения вакцин будет больше, чем риск для непосредственно плода. Значит, противопоказанием является это острое заболевание, обострение хронических заболеваний, это аллергическая реакция на какой-либо из компонентов вакцины, доказана аллергическая реакция, какие-либо грозные аллергические осложнения после проведения вакцинации первым компонентом. Вот эти основные противопоказания, которые являются действительно основанием для медотвода, то есть вакцинирования. Говоря о пациентах, имеющих хронические заболевания. Как показала практика, показала жизнь прошлого года, и в этом году мы наблюдаем. То есть как раз пациенты, имеющие хронические заболевания, не инфекционные, они являются группой риска. Вот как раз их и нужно защищать, как говорится, и прививать в первую очередь. Ну, понятно, конечно, и жители наших старше 60 лет. Вы сейчас упомянули о грозных осложнениях после прививки первым компонентом. Часто ли были такие случаи у нас в Чувашии? Значит, на территории Чувашской Республики организована комиссия, иммунологическая комиссия, в состав которой вошли сотрудники представителей Министера здравоохранения Чувашской Республики, сотрудники Росздравнадзора территориального нашего органа, значит, специалисты все. Все эти, значит, специалисты, которые необходимы по приказу о создании этой комиссии. И могу ответственно заявить, за весь тот период, который мы проводим вакцинацию в Чувашской Республике, ни одного грозного осложнения, уж тем более летальные исходы, не было. То есть это вот ответ тоже на мнение одного из участников опроса. Переболевшим ковидом у тех, у кого высокий титр антител, нужно ли вакцинироваться и через какое время? Вот это тоже одно из таких общих расхожих мнений о том, что если есть антитела, и если их уровень высок, то можно пока подождать с вакцинацией. Основываясь на тех рекомендациях и методических рекомендациях, которые, в частности, разосланы для применения в работе до всех субъектов Российской Федерации, предоставленных Министерством здравоохранения Российской Федерации, наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. Это первый момент. Более того, доказано, что те лица, которые переболели, перенесли заболевания, в результате которых образовались антитела, эти антитела являются, так скажем, по-русски некачественными. То есть они не обеспечивают ту защиту, которая необходима человеку, допустим, при контакте с коронавирусной инфекцией. Более того, эти антитела разрушаются очень быстро. И, соответственно, уровень иммунной защиты у человека падает. Очень так же быстро и стремительно. И, значит, в инструкциях и методической рекомендации четко написано, что после перенесенного заболевания человек подлежит вакцинации через шесть месяцев. Вообще существует какая-то унифицированная методика подсчёта? Потому что в каких-то регионах там оперируют трёхзначными цифрами, у нас двузначные. Ну, это всё зависит от того оборудования, на котором проводится это тестирование, то есть исследование количества антитела. То есть 170 где-то равносильно 17 нашим, например? Совершенно верно. Через сколько времени после заболевания можно привиться, а через сколько уже необходимо? Ну, как я уже, наверное, ещё раз повторюсь, после заболевания через шесть месяцев нужно вакцинироваться. Вот. Значит, говоря об острове... Можно раньше? ...чем через шесть месяцев. Ну, вот рекомендованная цифра, то есть рекомендованный срок – это шесть месяцев. Что касаемо, значит, пациентов с острыми заболеваниями. То, о чём мы сказали, это, значит, терсомосореспираторная вирусная инфекция, которая не является ковидной. Значит, даже после снижения температуры и на нормальных цифрах в течение двух-трёх дней, после спада температуры, уже можно вакцинироваться. Владимир Геннадьевич, сколько вакцин у нас сегодня в обороте в Чувашии? В республику у нас, если говорить о цифрах, поступило более чем 291 тысячи вакцин. Мы имеем в арсенале своём три типа вакцин. Понятно, основная масса – это у нас гамм-ковид-вак, это спутник ВИ. Значит, более чем 2,5 тысячи – это у нас и пивак-корона поступило в республику, зависит период. И порядка полутора тысяч – это кови-вак. Ну, вот в зависимости от того, как они выходят в оборот, они становятся некоторым образом модными. То есть сначала как-то все ждали опи-вак-корону, теперь кови-вак. Какая между ними разница? И на кого они рассчитаны, вот каждая из вакцин? Кто должен действительно выбирать, а кому стоит прислушаться к рекомендациям врача, а не проявлять самодеятельность? Ну, я здесь вот повторю, повторяю еще раз, повторю, как бы, то есть я говорю об этом на каждой встрече, что, значит, только врач решает, какой вакциной, в зависимости от состояния, в зависимости от имеющихся о площадке в заболеваниях, только врач решает, какой вакциной прививать пациент. Ну, почему-то сейчас весь город совершенно точно знает, что лучше делать кови-вак. Якобы врачи советуют. Это опять-таки, как бы, то есть вот это вот, скажем, народное мнение, которое оно бытует и курсирует между людьми, как говорится, по слухам, по каким-то необоснованным вещам. Да, у эпивака и кови-вака есть свои особенности. Для этого эти вакцины, они и придуманы, как бы, то есть они имеют меньшую нагрузку на иммунную систему, соответственно, они показаны для лиц, которые имеют тяжелые хронические заболевания сопутствующие, да, имеют какие-то проблемы с иммунной системой. И с этой целью придуманы эти вакцины, изобретены они. И более того, значит, говоря о сроках вакцинации, если эпивак и кови-вак рассчитаны, и, соответственно, повторная вакцинация должна проходить через 6-8 месяцев этими вакцинами, то спутник ВИ, то есть он рассчитан на год, а при условии, значит, высокого титра антитела, то есть, соответственно, там и до двух лет достигает срок защиты. Поэтому мы говорим о степени защиты в первую очередь. Более того, на сегодняшний день есть уже научная работа, которая уже транслируется, как говорится, публикуется во СМИ, что спутник ВИ даже показан тем лицам, которые имеют аллергические заболевания. Он в приоритете. Сколько, вернее, как часто у нас возникают случаи с заболеванием после прививки? После прививки обоими компонентами? Ну, чтобы было понятно. Сама в себе прививка и вакцина не вызывают заболевания. Почему? Потому что там инактивированный убитый вирус содержится. То есть априори он не может никак вызвать заболевание. И вот эти вот случаи, когда после вакцинации люди заболевают, то это связано либо человек и пациент пришел на вакцинацию уже в инкубационном периоде, у него был контакт с пациентом, коронавирусная инфекция. И не зная об этом, пока нет клинических проявлений, он идет на вакцинацию. И визуально вроде ничего не видно. Но потом после вакцинации начинает уже проявляться клиническая картина. И вот люди связаны с тем, что это вызвало вакцина. Вакцина не вызывает заболевания. Еще раз повторю. Как протекает заболевание у привитых? Вот я слышала мнение врачей, когда мы ходили в красную зону, они показывали тяжелых пациентов. И в один голос твердили, что если бы они все были привиты, то картина была бы совершенно иной. Гораздо легче. Абсолютно правда. Для чего мы вообще изначально вакцинируемся? Мы ведь не говорим, что вакцина защитить на 100% от заболеваний, вы болеть не будете. Не об этом речь. Но даже в случае заражения, коронавирусной инфекцией, вакцина создает ту защиту, то есть тот первый рубеж защиты, которая позволит, чтобы у человека не было серьезных грозных осложнений от протекания коронавирусной инфекции, но и, понятно, риск летального исхода снижается во много-во много раз. Поэтому эти пациенты, как правило, с нормальным иммунным статусом, они переносят заболевание в более легкой форме и без каких-либо осложнений. В республике началась уже ревакцинация. Совершенно верно, но назовем это правильно не ревакцинация, а повторная вакцинация. Повторная вакцинация – это терминология в соответствии тоже опять-таки с методическими рекомендациями, которые утверждены были 16 июля этого года. Действительно, она началась. Если говорить о повторной вакцинации, вакцинация разбивает на два типа. То есть это плановая или рутинная вакцинация и экстренная. То, что происходит на сегодняшний день в стране и в республике, это у нас экстренная вакцинация. И по истечении срока, когда мы достигнем того, популяционного иммунитета, о котором мы говорили в самом начале, значит, мы перейдем так называемую рутинную либо плановую. Раз в год, как положено, с наступления эпидсезона мы будем проводить эту рутинную вакцинацию. Но на сегодняшний день мы проводим экстренную. И, как я уже сказал, значит, повторная вакцинация – это через 12 месяцев у пациента, кто уже получил вакцину. в случае, если после первой вакцинации, когда, значит, при определении титра антитела не равен нулю, это тоже может быть, имеет место быть, значит, проводится через 6 месяцев, а также по желанию самого пациента, то есть проводится повторная вакцинация. Но уже в случае, если, допустим, при повторной вакцинации антитела не образовалась, то здесь нужно будет обратиться к иммунологу и проверить свой иммунный статус. Ну вот, кстати, в вопросе тоже прозвучало, что супружеская пара привелись буквально в мае и уже заранее, через 6 месяцев, готовится прийти повторно. Нужно ли торопиться? Или всё-таки действительно годичного срока достаточно? Ну, через 6 месяцев, я думаю, по желанию пациентов это тоже не возбраняется. Оно тоже указано, и это право пациентов, как говорится, на вакцинацию через 6 месяцев. И опять-таки мы возвращаемся к тем типам вакцин, чем вакцинировались. При получении какой вакцины не нужна повторная вакцинация? Или таких пока нет? Нет, таких пока нет. То есть мы в любом случае все вакцины, которые есть и существуют на сегодняшний день, они требуют повторной вакцинации. То есть тот срок для спутникови – это год. И пивак коронный, и кое-вак – это 6-8 месяцев. Соответственно, повторная вакцинация необходима. Процедура какая? Врачи сами напоминают о том, что необходимо вакцинироваться. Или это сейчас пока в добровольном порядке? В добровольном порядке абсолютно. Куда обращаться? К врачу, к медицинской организации. Врач уже объяснит. То есть и по срокам, и по средствам, потому что в системе нашей информационной все сведения и данные о вакцинированных пациентах, они есть. Когда это было сделано, в какие сроки было сделано. И за этот период были какие-либо там заболевания. То есть болел человек или не болел, был в контакте с инфекционными пациентами, в частности с коронавирусной инфекцией или нет. И после этого принимается решение. Спасибо, Владимир Геннадьевич. Я очень надеюсь, что сегодня нас услышали. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр здравоохранения Чувашской республики Владимир Степанов. Всего вам доброго. Не болейте. Не болейте.